Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме для вокалистов, как гнусавость. То есть пение в нос такое противное. Вот даже когда вот человек разговаривает в нос, но его просто невозможно слушать, это очень неприятно, противно. И какие причины вот этой гнусавости? Что я могу сказать? Во-первых, все вы знаете, что у нас во рту есть маленький язык, мягкий. Откройте рот широко, и вот там далеко висит такой маленький язычочек, и называется это мягкое небо. Самая большая и главная причина гнусавости – это вялое мягкое небо. У нас есть как бы два таких, две такие полости – это нос и рот, через которые выходит звук. Вот когда мягкое небо ложится и отдыхает на корень языка, оно закрывает вход в рот. И воздух вынужден идти через нос, поэтому и получается вот такой звук. Наша с вами задача – открыть мягкое небо, то есть поднять его, и открыть дверь в рот, чтобы звук, воздух шел именно туда, как в рупор, чтобы он и подача звука была правильно, не вот так, не через нос подача звука была, а именно через рот. Поэтому нам что нужно научиться делать? Даже учиться не надо, вы все умеете зевать. Давайте зевнем как следует. Да, супер! Вот когда вы зеваете, да, у зевка есть несколько стадий. Первая самая стадия – это вот вообще сигнал, что вы хотите зевнуть. Вторая. Вот набор этого вдоха и небо ваше мягкое, как парашют, натувается. Вот оно. Нам нужно научиться делать вот эту вот стадию. Давайте вместе с вами. Не доводите до полного зевка, но даже если вы доведете, классно. Все равно в любом случае вы расслабите гордань, это только польза от этого. Но все-таки вы должны научиться именно вот это, первый такой этап делать зевке. Хорошо, хочется зевнуть, да? Замечательно. Давайте вместе со мной одевайте. Ну что, еще раз. Теперь на этом с вами зевке мы немножко поговорим. «А, привет, как дела? Чем занимаешься? Что ты будешь делать сегодня вечером? А как тебя зовут? А какие ты печеньки любишь кушать к чаю? А вообще любишь ли ты чай?» То есть просто несите всякую ерунду, все, что в голову придет, вот именно вот на этом состоянии полузевка, когда ваше небо поднято и перекрыт вход в нос. То есть, чтобы лук у нас не уходил туда и не гнусавили вы. То есть вот тренируйте вот это мягкое небо, это самое важное. То есть, конечно же, вам не придется все время говорить и петь вот так вот. Но просто у вас мягкое небо, оно приучится хотя бы натренируется немножко подниматься, чтобы перекрывать вход в носовую полость и открывать в ротовую полость. Мне нужно, чтобы вы научили мягкое небо. Это мышца, да, тренируем ее, именно поэтому мы и делаем так. Ну что ж, еще раз поехали. «Привет, как тебя зовут? А что ты делаешь? А, ты вокалом занимаешься? Тема сегодня у вас новая, носовое, звучание? Ух ты, как интересно!» В общем, говорите, можете взять любые тексты, скороговорки, стихотворения и вот на этом зевке говорите. Можете поболтать с подругами, с друзьями, с мамой, с папой, с детьми, с кем угодно. Главное вот на этом зевке – побалуйтесь, поиграйте, превратите это в удовольствие. Так, что мы делаем дальше? Вот мы с вами позевали, да, вроде все хорошо, но все равно мы гнусами. Делаем такое упражнение – продуваем звук «в». «В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в». Прямо активно, чтобы воздух шел по вашей нижней челюсти, по подбородку. И сейчас что мы с вами будем делать? Распиваться на этом звуке. Вот таким образом. Активно выдыхайте на этом звуке, чтобы не было... А именно... Ну что ж, поехали. Я с вами, потом я отдельно для вас сыграю, чтобы вы сами это все спели. Поехали. Молодцы. Теперь сами. Молодцы. 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 Я думаю, что понятно было со звуком В. Теперь добавляем туда гласные. Но не забываем выдыхать активно на звуке В. Звук. Звук. rating. Звук. ЗА-ЗА-ЗА ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА Ну что ж, теперь сами. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы! Я надеюсь, что вы услышали, как может звучать ваш голос, когда вы не гнусавите. Это очень здорово, это ваш свободный красивый темп. Ну что ж, выполняйте упражнение, избавляйтесь от гнусавости, если она у вас есть. Если нет, то отлично, что вы вообще увидели этот урок, потому что, возможно, вы сможете помочь кому-то другим, исполнителям, у которых будет такая проблема. Ну что ж, я с вами прощаюсь, встретимся с вами в следующих видео уроках.